Привет, друзья! Итак, сколько стоит ТО на мой Мерседес? Дороже ли оно, чем у Рендж Ровера? Сейчас, подождите, возьму удобней. Дороже ли, чем у Порше? Сейчас все выясним. Если вы следите за нашими, что почем, то уже несколько раз слышали, когда в обзоре Порше, я об этом говорил, в обзоре Ауди, хотя, нет, Ауди вы еще не видели, чуть-чуть позже выйдет уже ролик. Так вот, тема касалась того, сколько стоит первое ТО, и я жаловался на то, что меня дезинформировали при покупке машины, и что Витя Сулейма в обзоре ГЛЕ назвал сумму, что ТО стоит где-то до 8 тысяч, а это на самом деле не так, потому что оказалось, что оно стоит 13 тысяч гривен, и вот я уже там плакал, вешался, собирался сниматься с гарантии, ну, шучу, конечно, но, оказывается, все не совсем так, и я бы хотел эту информацию до вас донести, дабы в данном случае, как оказывается, оправдать бренд, который мне в остальном очень нравится, оказывается, и в этом у него, ну, скажем, не то, что нет проблем. Есть одна странная проблема, вы уже решаете, чья это проблема их или дилера, в общем, как было дело? И позвонил я туда, где покупал машину, это Петровка, автоцентр Киев, Мерседес, где мне по телефону уверенно сказали, что на вашу тачку, Павел Виктор, и ШТО, стоит 13 тысяч гривен. Ну, там плюс-минус, туда-сюда, там еще и дблю-минус, там что-то плюс, может чуть больше, может чуть меньше. Я как бы, как это сказать, шевеление моих волос на всех местах было явно слышно в трубку, и на мой вопрос, все ли из этого обязательно, мне сказали, ну, да, обязательно, ну, там, может быть, фильтр один надо менять, не надо, но где-то такие цифры. И вот я как бы вынужден был это же рассказать и вам, и я расстроился, я обиделся, я уже матерился там про себя на Мерседес. Позвонил Наташе, вы ее тоже знаете, да, мы снимали на столичке, что почем с ней? И она говорит, Паша, не будь лохом, иди сюда. В общем, приехал я на столичку, причем, что интересно, не к Наташе, а просто на сервис. И я так понял, что, ну, либо это политика дилеров Мерса, у которых у каждого дилера свой подход, свои сцены и свои регламенты ТО, либо просто, там, Петровка в клиентах, или во мне просто лично видят лоха, я скажу таким языком, понятным для многих клиентов, вип-брендов в том числе. Короче, суть в чем. Вот как выглядит то, что я сегодня получил, да. Значит, заплатил я 6500 гривен. Это ТО 15000 на мой ГЛЕ 250. Давайте посмотрим, что мне делали. Так, значит, смотрим. Это общий счет, да. Сейчас найдем список работ. Вот он, список работ. Значит, за то, что поставили на подъемник, взяли 5 копеек. Вот реально 5 копеек. Ну, вот они, вот. 5 копеек, сейчас сфокусируемся. Дальше. Сервисные работы с пакетом плюс. 1000 гривен, 1080. Значит, долить от БУ 240, я так понимаю, это за работу саму. Снятие крышки двигателя нижней 480 гривен. Фильтр топливный. Фильтрующий элемент палывного фильтра, обегревач, климат. Все поменять 240. И краткий тест выполнить 240. Не знаю, что там за краткий тест. Так, а внизу у нас еще материалы. Значит, смотрим. Нам налили масло 1 литр на 6,5. 6,5 литров. Немало для мотора 2,2. Но меньше, к примеру, чем в Туареге, который там под 9 литров, по-моему, влазил или под 8. Значит, шайба поддона 30 гривен. Да вообще, на Киа дороже. Фильтр масляный 600 гривен. Ну, с ПДВ 700, да. Даже, что там, снышка еще есть? Нет, снышки нет. Это все для людей с улицы. Жидкость Эдблу, смотрите, 750 гривен. Причем, в принципе, если уже говорить о стоимости регламентного ТО, то можно и не считать Эдблю, потому что я мог бы залить оригинальную, которую где-то бы купил, и сэкономил бы здесь еще 300 гривен, не нарушая, как бы, никакие условия, просто бы мне ее не доливали. И даже, смотрите, за эту сумму мне залили антифриз 0,3. 300 грамм залили за 200 гривен. Тоже мог бы залить сам, еще бы рублей 100 сэкономил. Гривен, простите. Короче говоря, друзья, заплатил я еще раз посмотрим по чеку. Кстати, это чтобы вы не рассказывали, да, что я тут на шару взял Мерседес за то, что его рекламирую, или не говорили, что я его там не обслуживаю, или мне его бесплатно обслуживают. Вот, 6,550 я заплатил. Вот, чуваки, сколько стоит первое ТО на дизельный 250 ГЛЕ 2018 года выпуска. Это дешевле, наверное, чем везде, чем у всех конкурирующих брендов. Ну, простите, если кто-то имеет на руках цифру там по BMW, двухлитровому дизелю, по... Ну, у Audi нету двухлитровых. Напишите по трехлитровой Audi, там, по Land Rover, двухлитровому бензину. Вот, может быть, где-то что-то есть дешевле, но, по-моему, это чуть ли не дно рынка, да, по цене. Так что я прошу прощения, да, у бренда за то, что, скажем так, сомневался в лояльных нормальных ценах. И я прошу прощения у Вити Сулимы, который оказался вообще красавчик. Назвал что почем, даже слегка завышенную цену, на всякий случай, 8000. Но я понимаю, что такое 8, в принципе, сюда можно было еще что-то подобавлять, какой-то фильтр салона лишний раз поменять, было бы 8. Но в итоге он не соврал, то есть не больше 8000 за первое ТО. Следующее, как говорят, будет уже 13000 стоить, потому что добавится фильтр салона за 3000 где-то и воздушный фильтр двигателя, то есть где-то 13. 13. Только что я все-таки решил, ну, блин, а может я что-то не понял, может ошибка возникла, еще раз перезвонил на Петровку с левого номера на всякий случай и спросил, мне назвали уже другую цифру 11-12 тысяч и снова сказали, ну, да, все как бы обязательно. В общем, ребята, как-то так. Понимаете, что цены, видите, у дилеров разные, регламенты у них разные. Не стесняйтесь, звоните в разные места, чтобы получить адекватную информацию. Все ошибаются, я тоже ошибся, сорри, поправился. До встречи.